Добрый вечер! В эфире Ельмедиа, сегодня в выпуске. Что такого успел натворить с Алматинским заводом тяжелого машиностроения человек, которого когда-то считали правой рукой Болата Назарбаева? Почему, как его называют, человек семьи Эдгар Салдузи упорно не желает исполнять свои финансовые обязательства перед рабочими завода АЗТМ? Инсайдер в окружении бывшего человека Болата Назарбаева поделился с нашей редакцией очень важной информацией. В распоряжении нашей редакции оказались фрагменты допроса Дикого Армана. Что такого успел наговорить подозреваемый Арман Джумагильдиев в уютном кабинете следователя? Плюс наш репортаж с пресс-конференции, которую собрал адвокат, находящегося под стражей Дикого Армана. За что защитник одного из главных подозреваемых в январской трагедии требует привлечь к ответственности генерального прокурора Берика Асылова? Что нового на передовой борьбе за возврат капиталов на основе инсайдерской информации? Это ведь только со стороны нам кажется, что в деле по возврату капиталов казахстанских клептократов все статично, как в деле молдавского бизнесмена Анатола Стати. И ничего не движется, но там, где за дело берется оппозиционный политик Булат Абилов, тает лед и рушатся стены. Громкие фамилии из списка Елбасы. Обвинения в похищении и избиении в полном разорении до тюрьмы довели. Новые подробности в истории пилота, бывшего главы частной авиакомпании, с самолетной фамилией Владимир Анн рассказал правду и был отправлен за решетку. За делом маячат фигуры брата бывшего спикера Мажелиса и помощника акционера Каспи-банка. Алматинский завод тяжелого машиностроения в свое время был известен на весь мир своей продукции. В эпоху дикой приватизации и последовавшим за ней укреплением семейного бизнеса в страновом масштабе, завод стал четко ассоциироваться с семьей первого президента, а точнее с именем Булата Назарбаева и его доверенного лица Эдгара Салдузи, который сейчас хочет выглядеть чуть ли не жертвой старого Казахстана и неким спасителем завода. Якобы он отстаивал свои права на предприятие и боролся со всесильной майрой Курмангалиевой, бывшей супругой братишки первого президента. И все это время флагман казахстанского машиностроения приходил в упадок. Это было видно даже тем, кто не работал там и не знал ситуацию изнутри. Вот теперь у самих работников предприятия накипело. Они обратились в нашу редакцию и к другим независимым журналистам и общественным деятелям с просьбой посодействовать восстановлению справедливости, которые никак не могут добиться при новом Казахстане, несмотря на то, что на их сторону встала прокуратура и другие ведомства. Еще месяц назад главный технолог АЗТМ Аслан Токиев от имени большинства сотрудников завода обратился к руководству страны. В письме на имя президента Токиев обращает внимание на плачевную судьбу предприятия, единственного в стране, имеющего полный цикл производства. Автор отмечает, что на момент приватизации в 1997 году Булатом Назарбаевым, его сыном и тем же самым Эдгаром Салдузи на заводе трудилось более 3000 человек, а сейчас всего 340. И они физически не могут выполнять необходимые объемы производства. Кроме этого, Токиев рассказал о распродаже принадлежавшего АЗТМ имущества в виде детских садов, общежитий, пансионатов и так далее. Причем отмечается, что вырученные средства в кассу завода так и не поступили. При этом был проигнорирован акт прокурорского реагирования, который предписывал возвращение акций предприятия к государству. Условий нет. За последние 20-30 лет со стороны акционеров не было никакого вложения в предприятие. Только высасывание и высасывание. Мы сами это все прекрасно знаем. Упомянутые лица постоянно изымали из кассы завода значительные суммы денег на личные цели и обогащение. Но при этом за все это время ни разу не были выплачены дивиденды минотарным акционерам, то есть самим сотрудникам завода. Самое-то главное из хозяев, мы же хозяева, мы же акционировали рекордаторов и завод, мы из хозяев превратились в арендаторов. То есть из тех, кто должен получать, зарабатываем на себе, и получать должны дивиденды тоже мы. А мы, оказывается, мы должны кому-то чего-то отдавать и платить. Вот самый главный вопрос, как так получилось, что ни в шестом, ни в девятом году, а еще в самом начале, это период где-то в 1997 год, как так получилось, что завод отошел именно к семейству Назарбаева? Вот в чем вопрос. И в обращении-то как раз и было то, что забрать у незаконно захвативших завод семейства Назарбаева, забрать, забрать и снова отдать хозяевам завода, то есть коллективу завода. Вот о чем речь идет. А не о том, что они сейчас радеют за восстановление, они нам новый завод построят. И они сейчас это почувствуют, если мы вот так все это спустим. По словам заявителей, изъятие Назарбаевым и компании прибыли привело к вынужденному сокращению объемов выпускаемой продукции. Более того, это не позволяло выполнять элементарные задачи по поддержанию зданий и сооружений в должном состоянии. Изымались даже средства, предназначенные на амортизационные расходы, не говоря уже о модернизации производства. Если то изначально было неправильно, незаконно, то все последующие акты, все, что делал, творил Назарбаев здесь, это все незаконно. Я уж не знаю, каким образом будет правительство здесь и что решать. У меня что-то даже большие сомнения, что они, не дай бог, они пойдут на какую-то сделку, вот, правительство с СССР, тогда нам вообще не о чем здесь. Мы просто с офицами сейчас вовремя. Но если оно пойдет к нам навстречу, заставят их, обяжут, хотя бы какую-то часть вернуть наши денег, которые мы ежемесячно отдавали из того, что заработали. Судя по обращению к президенту, хозяева АЗТМ, которым принадлежит 87% акций предприятия, препятствовали надзорным органам проводить проверки. Речь идет об актах прокуратуры, о возвращении завода в собственность государства, госкомимущества, о нарушении условий приватизации налоговым комитетом и комитетом по чрезвычайным ситуациям в части выведения из строя бомбоубежища на 2500 человек, что сегодня становится наиболее актуально. Требуем провести полную комплексную прокурорскую проверку всей финансо-бухгалтерской отчетности и выявить факты нарушений и привлечь ответственность к этому делу. В заключении то Киев с коллегами призвал президента изъять эти 87% акций, принадлежащих Назарбаеву Булату Абишевичу, Назарбаеву Нурболу Булатовичу и Салдузи Эдгару Эльдаровичу, провести бухгалтерскую ревизию и юридическую проверку решений и действий акционеров и по выявленным фактам привлечь виновных к уголовной ответственности. Если эти требования не будут выполнены, то коллектив АЗТМ в лице инженеров и рабочих намерен уволиться, так как люди не хотят быть свидетелями и пособниками окончательного уничтожения завода. «Считаем, что стратегический объект – завод АЗТМ в связи с последними событиями в стране и в мире должен сохраниться», – резюмирует Аслан Токиев. «Если кто-то хочет не верить нашим словам, хоть в любой день или приедет комиссионный и посмотрит, до какого состояния они довели нашим. Люди работают в холоде, в сырости. Это уже просто мы говорим о накипевшем. Это уже накипело. И то, что видео – это мы считаем, что статья тоже выпущенная в поддержку Салдузи. Он говорит о справедливости, да? А где справедливость для нас, для нас, да, трудящихся? Или решается справедливость у кого больше финансов? К тому справедливость? Вот это главный вопрос. Мы строим новый Казахстан. Тогда должна справедливость быть для всех, независимо от кошелька и связи». Вообще, понятие «империя Булата Назарбаева» – это не только заводы, газеты, пароходы, но и влияние на местную власть, правоохранительные органы и криминал. Тем более, последние две вещи часто связаны. И не секрет, что так же часто от имени Булата Абишевича действовали его доверенные лица, проворачивая свои дела и делишки, и защищенные при этом иммунитетом братишки первого президента. Таким был не только Эдгар Салдузи. История сейчас все чаще вспоминает и Талгата Махатова, того самого агента Саныча и героя нашумевшего харгосского дела. Мы уже упоминали о том, что Махатов еще с весны находится под арестом по обвинению сразу в нескольких правонарушениях, в том числе связанных и с январскими событиями. Была информация, что именно Махатов принес в гостиницу Казахстан тот самый пистолет, которым человек, похожий на дикого Армана, угрожал другим людям. Мы тогда предположили, что слабохарактерный Саныч Махатов легко может перестроиться и начать работать на других хозяев, щедро сдавая прежних. И вот в конце прошлой недели журналист Михаил Казачков выложил у себя в телеграм-канале стенограмму допроса Армана Джумагильдиева, в которой всплыло имя Махатова-Т. А буквально вчера прошла пресс-конференция адвоката Джумагильдиева. Об этом расскажет мой коллега Мирас Нурмухамбетов. Давайте посмотрим. Допрос Джумагильдиева А.Б. был произведен вечером 7 декабря старшим прокурором Хашканбаевым и длился 4 часа. Это вылилось в 8-страничный документ, который представляет из себя монолог подозреваемого на предложение следователя выразить свое мнение относительно предъявленных обвинений. И Харман назвал бурными фантазиями руководителя следственной группы и абсолютным беспределом в новом Казахстане. Этот руководитель, по словам Джумагильдиева, заявил, что за его арестом стоит не только наше государство, но и Российская Федерация. Но как и почему, пояснять не стал. При этом прокурор предлагал ему согласиться со всем, что ему предъявляют, иначе ему грозит новое обвинение в ОПГ и бандитизм и срок до 20 лет заключения. Сплыла в показаниях Джумагильдиева и личность Талхата Махатова, с которым тот проводил очную ставку и который, судя по всему, пошел на деятельное сотрудничество со следствием. Процитируем самого Дикого Армана. Я якобы сказал, что завтра президент уйдет, и президентом будет Тасмагамбетов, после которого главой государства станет Самад Абиш. При этом ко мне все время звонил Ракишев, кинез, зять Тасмагамбетова. По словам Джумагильдиева, он прямо на очной ставке заявил Махатову, что это ложь, а тот оправдывался тем, что его так попросили сказать сотрудники следственной группы, чтобы ему, агенту Санычу, остаться на свободе. И еще цитата. Далее ко мне подходил руководитель оперативной части Алмаз Таукенов, который предложил мне дать показания на Тасмагамбетова, Абиша, Масимова и других лиц, взамен на то, что у меня будут легкие статьи, подлежащие процессуальному соглашению. Джумагильдиев отказался, мотивируя тем, что не хочет оговаривать людей. И вот вчера в Алматы в пресс-центре Бюро по правам человека перед СМИ впервые выступил один из адвокатов Армана Джумагильдиева, Евгений Яворский. Журналистов, несмотря на интерес общества к личности Дикого Армана, было мало. Однако адвокат о сути предъявленных его подзащитному обвинений говорил мало, а обнародованную стенограмму допроса вовсе не стал комментировать. Кстати, сканы этого документа появились на аккаунте Джумагильдиева в фейсбуке, но буквально сегодня утром были удалены. Как и видеообращение Дикого Армана из СИЗО. Основной же темой пресс-конференции было заявление защиты о возбуждении уголовного дела в отношении генерального прокурора Казахстана Берека Асылова. Оно было основано на выступлении Асылова в Мажелисе в середине марта, где, говоря о задержанных участниках январьских событий, генпрокурор упомянул и Джумагильдиева. Общее число арестованных по всему органу состояло 766 подозреваемых. В основном массе это молодые люди возраста до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженных к деструктуре религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистской организации, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимость за убийство, кражи, грабежи и разбой. К примеру, под стражем Джумагильдиев, так называемый Дикой Арман и 14 членов их группировки. Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления. В этом защита Дикого Армана увидела превышение генпрокурором служебных полномочий. Я считаю это преступлением. Он назвал фамилию, имя Джумагильдиева Армана и фактически уже обвинил его и фактически вынес приговор под тем рядом с тем, которые в принципе не вменялись. Те преступления, которые стали высказаны им, были вменены, в частности, начиная с 27 сентября, то есть практически через 5-6 месяцев. Я считаю это недопустимо. Надзорный орган ведет надзор. Генедыр прокурор возглавляет это. И понятно, если он весной высказался в таком виде, то все последующие прокуроры нижестоящие будут однозначно поддерживать его позицию и то, что он сказал. И фактически подгонять под его слова те результаты, которые им были озвучены. Я, как адвокат Журнагильдеева, обратился в антикоррупционную службу нашу центральную о том, чтобы привлечь генерального прокурора в уголовную ответственность за злоупотребление и превышение служебных полномочий. Я очень четко расписал состав преступления, который я вижу. То есть когда генеральный прокурор обвиняет человека без вступившего в законную силу приговора суда, я считаю нарушается основной закон Конституции и безумция виновности. Никто не может быть обвинен, так как нету приговора, который вступил в заболную силу. Господин Яворский рассказал, что заявление было подано в антикоррупционную службу, также было обращение в Сенат. Однако с тех пор, по словам адвоката, никаких продвижений нет. А ведь прошло два месяца. Вот данному вопросу это тоже у нас не работает, поэтому вопрос о том, что справедливый Казахстан как-то работает, к сожалению, я не могу. Что касается обвинений Дикому Арману, то адвокат не стал особо их комментировать, отметив, что сейчас защита в процессе ознакомления с материалами уголовного дела. Но при этом он заметил, что Джумагельдиеву сейчас предъявляют четыре статьи Уголовного кодекса. Это организация и участие в массовых беспорядках, хранение огнестрельного оружия, а также участие в ОПГ и бандитизм. Последнюю статью ему предъявили буквально неделю назад, то есть уже при новом Казахстане. Тем не менее, Евгений Яворский, отвечая на вопросы журналистов, кое-что сказал. Например, о связях его подзащитного с КНБ, при этом раскрыв некоторые подробности из материалов дела. Нет, это закупость полная. Джумагельдиев ни в коем образе не сотрудничал с органами национальной безопасности. Из смысла предъявленного в квалификации преступлений говорится так, что Джумагельдиев в 2005 году, значит, а ему было 20 лет, надо понимать, в 2005 году, он в 2005 году возрождение, то есть у него созрел план познакомиться с кем-то из высокопоставленных сотрудников силового блока. В 2016 году, то есть это через 11 лет, он 11 лет вынашил такой план. Это материалов дела? Это вообще смысл всего, так сказать, квалификации предъявленного обвинения сейчас. Через 11 лет он знакомится с руководителем тогда в бытность замначалника 5-го управления КНБ, Искаковым Искаковым Исланом и, значит, они создают самую серьезную криминальную преступную группу в Казахстане. С 16-го года по 21-й конец 5 лет нет ни одного преступления, которых как бы самая крупная криминальная преступная группа сделала. По словам адвоката, начальник 5-го департамента КНБ Искаков не мог оказывать влияние на высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры, МВД или того же КНБ. Он также опроверг обсуждение о том, что почему-либо приказу Дикий Арман задерживал людей и собирал их в гостинице Казахстан. Якобы он это делал из благих побуждений. При этом Егорский не стал комментировать смерть одного из задержанных людьми Дикого Армана, подчеркнув при этом, что это было уже после. Продолжением следственных действий он аргументировал невозможность ответить на наш вопрос о том, действительно ли Талхат Махатов передал Дикому Арману пистолет, которым тот угрожал задержанным. А что касается гуляющего в сети видео, адвокат сказал. Его не видно, это можно предполагать. Я считаю, что сотрудники КНБ, я считаю, что они, возможно, я ошибаюсь, сделали такой информационный сброс, для того, что просто в отношении Джумагильдеева сложилось в его общественности такое негативное отношение. Лично мое мнение такое. А еще личное мнение адвоката, что его подзащитный настоящий герой, истинный патриот, и что история все расставит на свои места. Но пока идет следствие, а Евгений Яворский уже по понятным причинам позволил себе выразить сомнения по поводу окончательного решения, отметив, что в сентябре Джумагильдееву вменили участие в ВПГ именно для того, чтобы оставить его под арестом. Господин Яворский отметил, что еще будет встречаться с журналистами, когда защита изучит дело целиком и выработает свое мнение по каждому из пунктов обвинения. А пока Дикий Арман периодически выходит в эфир, обращается к народу и президенту. И в этом адвокат не увидел ничего крамольного. Напротив, он заявил, что любой имеет право обратиться к президенту и добавил. Я пока не вижу ничего законного. Я считаю, что человек вправе обратиться к президенту, потому что понимаете, мы же все понимаем или хотим надеяться на то, что президент вроде бы ничего не знает. Наша психологическая такая вот... Может быть, это не факт, к сожалению, или к радости, но вот мы надеемся, что президент это человек, который должен услышать и стать гарантом справедливости вот этого. Потому что то, что отношение Армана сейчас расследует, не подойдет с никакого объяснения. Я не знаю, почему, в силу чего на него государственная машина пытается таким образом наехать и раздавить его. А сейчас возвращаемся, извините за повтор, к возврату капиталов. Тех, которые вывозили и вывозят из страны. Помнится, когда президент прямо перед июньским референдумом создал межведомственную комиссию для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, на нее поспешно возложили большие надежды. Позже стало понятно, что комиссия это, как и деньги, любит тишину. Разве что сам Тухаев нет-нет, да и напомнит, что на самом деле никто не забыт. Тем не менее, есть еще и журналисты. В последние дни всплыли новые подробности знаменитого дела, как отжимали нефтяной бизнес-инвестора Анатола Стати. Семья Стати забросала исками правительства Казахстана. Молдавские бизнесмены проливают свет на роль и возможную связь таких знаковых персон, как Карим Масимов, Хайрат Боранбаев, Тимур Кулебаев, Марат Бекитаев и Бауржан Байбек. Не сидят без дела и казахстанские политики. Болат Абилов в Лондоне, а загранбюро казахстанской оппозиции работает с американскими лоббистами. Смотрим наш сюжет Парыза Байтенова. Если кому-то вдруг могло показаться, что тема поиска и возврата крайне сомнительных капиталов и активов, которые родом из отсюда, но базируются где-то вовне, в этом году исчерпана, то это временное и вредное заблуждение. Что может быть увлекательнее, чем истории о добропорядочных местных клептократах, авторитетных акулах бизнеса, о капитализме с казахскими особенностями, в общем о тех, кто бывшая или даже пассивно действующая самопровозглашенная элита общества. С некоторых пор в нашей родине есть негласная добрая традиция в конце года недобро поминать бывших Анатола Стати Старшего и Габриэля Стати Младшего. Это те самые молдавские то ли порвеню, то ли серьезные финансовые воротилы, которые еще в конце прошлого века зашли в Казахстан, купив пакеты акций нефтегазовых компаний Толкан Нефтегаз и Каспол Муная. Проще говоря, это Мангосталовская нефть в месторождении Толкан и Баранколь. Работали они, работали себе с десяток лет, пока не вступили в конфликт с политическим руководством или на самом-то деле с ненасытной проекты заработали, стали перспективными, инвесторов просто обвинили в мошенничестве, налоговых махинациях, контракты вскоре были аннулированы, месторождение Баранколь и Толкан переданы в управление Казманой ГАЗ. Далее люди со среднесрочной памятью, надеюсь, в курсе, есть такое страшное для нас понятие, как международный арбитраж. Стати подают иск в суд, претендуют ни много ни мало на 4 миллиарда долларов. Европейское, точнее шведское, правосудие решает, хватит с них и чуть более полмиллиарда, но, похоже, заплывшие от денег и власти казахи откатывать назад и платить по счету не любят и не привыкли. Суд доделал, но дошло ведь до той критической точки, когда были заблокированы свыше 22 миллиардов отнюдь не тенге, которые принадлежали нацфонду и нацбанку, то есть, как принято считать в народе, как бы народу. Так вот, с месяца назад министр слышащей юстиции Канат Мусин не стал уходить в глухую оборону, когда журналисты спросили его, а не стоят ли за скандалом статигейт, например, нынешние арестанты Карим Масимов и Кайрат Бурамбаев. Не они ли в связке отжали и выжили, молдаван? И вот хорошо бы, наверное, поднажать в таком разе на опальных нынче земляков, ввергших однажды государство в стыд, дрязги и, что самое главное, серьезные материальные затраты. Министр был излишне застенчив, недемократически корпоративно скован и этически сух, как закон. Цитата. Январские события влияния на рассмотрение дела стати не оказывают. Ситуация по делу стати находится в состоянии благоприятном для Казахстана. Тут следует напомнить, что претензии стати к государству Казахстан, а вернее к правительству далеко не исчерпаны. Дело еще рассматривают в разных юрисдикциях Великобритании, США и в других странах. Министр же сослался на конфиденциальность и уклонился от деталей, но о некоторых мелочах сообщают иностранные расследователи. Семья стати сегодня, образно говоря, против семьи Назарбаева в широком ее понимании. Еще 22 ноября Анатол и Габриэль стати подали иск в окружной суд Нью-Йорка. В прицеле американский провайдер онлайн-платежей The Clearing House Company, подсудимый ныне Карим Масимов и действующий советник премьер-министра Марат Бекетаев. Тот самый бывший глава Минюста Бекетаев, который на протяжении многих лет одерживал одну за одной сокрушительные победы над стати, но сугубо в местном подконтрольном информационном пространстве. Казахстан не будет платить те деньги, которые требует стати. Понятное дело, что стати сам проживает в Молдове, имущество у него по многим другим судебным процессам уже заморожено и не только Казахстан сейчас предъявляет претензии из стати. Уголовное дело расследуется в Казахстане и Люксембург также возбудил уголовное дело. Следственные поручения направлены более чем семь юрисдикций. Сейчас со стороны картина похожа на то, что в Казахстане как бы тут мягко предположить орудовала спецбригада из самых высокопоставленных назарбаевцев. При этом видимость такая, что бывшие мудрые и самые дальновидные ельбасы всех времен и народов в это время ни сном, ни духом прочухал, как там у них говорится. Информируют, что стати обратился в тот же окружной суд Нью-Йорка с требованием предоставить доступ к документам, где фигурируют изменчивый Карим Асимов, несговорчивый с нынешней властью Кайрат Бурамбаев и со всех сторон юридически гладкий Марат Бекитаев. Кроме того, в деле стати активно замешана и засвечена консалтинговая группа Балашак с одиозным эмигрантом Бауржаном Байбеком, опять же в связке с экс-министром и пока еще советником премьера Маратом Бекитаевым. Казалось бы, при чем здесь Тимур Кулебаев, который недавно вместе с тестем был на инаугурации Касымжимарта Тукаева. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Дело в том, что по другим сообщениям информационных источников повышенную гражданскую и политическую активность проявляют давние оппоненты власти. Тот же Булат Абилов в Лондоне как один из учредителей фонда Ельгия Хайтару. Говорят, что цель визита как раз встреча с британскими парламентариями, политиками, тема, переговоры и процедуры, возврат активов. С момента основания фонд Ельгия Хайтару занимается расследованиями кто, когда и сколько мог вывезти из страны и где в виде чего эти капиталы приземлились. В фокусе Ельгия Хайтару активы, которые принадлежат тому же Тимуру Кулебаеву или владельцам и бенефициарам горнодобывающей евразийской группы Тамашкевич, Шадиев и Брагимов-младшие. Впрочем, зачем нам лишние пересуды? Вот что сегодня говорит Булат Абилов из Лондона. Наш фонд Ельгия Хайтару я вместе с Урозалой Иржановым вместе с Искандером Бесимбетовым находимся в Лондоне по работе нашего фонда. Было много встреч самых различных. Все были встречи интересные. Вот прежде всего встреча с нашим старым давним другом и теперь, надеюсь, партнером Акижан Макжанчак Ажигельдиным. Вот с ним мы хорошо два дня общались. Много что обсудили. Решили подписать совместный меморандум. обмене информации о работе по возврату активов вместе. Были другие встречи с различными организациями, которые занимаются коррупцией в Казахстане. Что интересно, что интерес Казахстану к нашим коррупционерам большой, представляете? То есть, здесь знают все коррупционные схемы семьи Назарбаева, олигархов, приближенных, владельцев огромной собственности в Лондоне и других столицах по всему миру. То есть, есть информация, накоплен какой-то опыт. Надеюсь, что мы, как говорится, в этой сфере тоже поработаем вместе с ними. Была встреча с Маргарет Ходж, очень хорошей, приятной женщиной, депутат английского парламента, которая в начале февраля сделала громкое заявление касательно коррупции в Казахстане, к нему был приложен список конкретный из тех людей, которых она подозревает в коррупционных схемах. К сожалению, она говорит, ответ не получила из Казахстана господин Бекитаев, такой бывший министр юстиции, а ныне не знаю, кем он работает, он на нее пожаловался, что он, наоборот, один из ярких борцов с коррупцией в Казахстане. Над этим мы все посмеялись. То есть, она готова помогать нам, фонду, народу Казахстана в возврате украденных ресурсов, капиталов. Она готова делать новые заявления, готова сотрудничать, вот, и мы с ней очень хорошо пообщались на эту тему. Вот так, если вкратце, то можно, конечно, более подробно что-то рассказывать, но визит наш первый как фонд, и мы, как говорится, намерены продолжать нашу работу. Но одной в Великобритании тут вряд ли обойдешься. Уж больно широка география интересов любителей и профессионалов по вывозу и схрону капиталов. К примеру, ветеран оппозиции Акижан Кожигельдин считает, что казахстанские клептократы давно наработали на персональные рестрикции санкции. Поэтому важный элемент это поиск партнеров и выход на американских депутатов. После ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс расклад сил там такой, что нижняя палата за республиканцами, а Сенат контролируют демократы Байдена. Естественно, у США кроме Казахстана хватает своих проблем, но в любом случае сейчас важно выйти на связь с политическим истеблишментом, включая Белый дом. Хотя бы, чтобы жизнь самым видным членам клана бывшего президента Казахстана не продолжала оказаться одним большим безоблачным тоем. Герой нашего июльского выпуска Владимир Ан решением судьи следственного суда города Алматы отправлен за решетку. Пока на 10 суток судья Акынов решил, что Владимир Ан может покинуть страну и поэтому решил временно отправить его в изолятор. Мы обязательно послушаем комментарий адвоката Владимира Ан это Вадим Борисович Онищенко. Он обладает самой свежей информацией по этому делу. А мы вкратце напомним вам, как первоклассный пилот замечательный и принципиальный управленец с блестящим образованием однажды поставив на место Ерлана Нигматулина это брат близнец бывшего главы Можелиса Нурлана Нигматулина был за это подвергнут унижением со стороны помощника акционера Каспи-банка Вячеслава Кима полностью разорен и раздавлен. Но сначала было похищение. Итак, июльский выпуск Ель-Медиа в студии Владимир Ан Расскажите 28 августа 2021 года мне позвонил Ким Андрей Константинович это помощник Вячеслава Константиновича Ким о том, чтобы я 29 августа приехал к 11 часам в офис компании Баскара Групп на предмет того, что меня восстанавливают в должности генерального директора после двухмесячного отпуска за свой счет. Со мной лично хочет встретиться главный акционер я так понимаю это Вячеслав и там нужно было обговорить какие-то проекты дальнейшего развития компании. Я окрыленный приехал с бумаги как сейчас помню раньше в 10.45 меня встретил охранник я еще удивился это воскресенье было очень много было машин я потом понял почему много машин потому что меня там ждали в 10.45 меня встретил охранник этого офиса я поднялся на первый этаж но охранник мне сказал вам нужно пройти не на второй этаж кабинет Ким Андрея а в подвальное помещение но я немножко удивился но думаю может быть там попрохладнее и так далее как только я спустился вниз сзади меня уже стоял Андрей Ким с пистолетом направленный на меня и сказал не спускайся вниз спустившись вниз меня пробу протянул как потом пристрелся Булат и сразу я получил удар по голове ладони я потерял сознание меня повалили на пол я хорошо помню что я уже был так но я слышал только разговоры на казахском на русском что по лицу не бейте два человека меня оттянули сделали распятие такое за ноги держали остальные не обили когда они меня избили меня раздели до нижнего белья и сразу Андрей взяв за волосы моей левой рукой на правый пистолет колбой сказал что он обвиняет меня в хищениях материальных средств что я должен подписать расписку что я должен ему 7 миллионов долларов на мои вопросы и несогласия я опять был избит после этого они обвязали меня скотчем и показали мне фотографию моих детей это Роза Софья и Мария и показали фотографию моей второй жены Катерины и было сказано если ты сейчас не подпишешься расписку что ты должен эти деньги Ким Андрею дети будут уничтожены убиты жена будет изнасилована а мы тебя сейчас в поле выездим а дальше дальше избитого и раздетого Владимира усадили на стул перед камерой и под дулом пистолета заставили признаться в хищении 7 миллионов долларов заставили написать расписку в итоге за две недели Владимир переписал на людей помощника Вячеслава Кима два автомобиля он продал свой дом а деньги Владимир принес в кассу компаний наличными потом переписал квартиру на указанного человека в общей сложности Владимир Анн передал вымогателям почти 5 миллионов долларов к слову все эти деньги были официально задекларированы Владимир заработал их на посреднических услугах помогая нашим олигархам в приобретении самолетов всех наверняка интересует вопрос а что собственно произошло почему эти то ли бизнесмены то ли бандиты под масками предпринимателей похитили пытали и буквально обобрали Владимира давайте снова вернемся к июльскому выпуску все эти беды как мы поняли начались у вас после появления значит качестве клиента небезызвестного Ерлана Нигматулина вот как вы познакомились лично вот с этим значит персонажем и какие ваши впечатления об этом человеке Ерлан Зарлан Нигматуллин конечно как это медийное лицо бизнесмен я слышал о нем но лично я познакомился в 2018 году по указанию руководства моего лица Кима Вячеслава что я узнал что Ерлан Зарлайч есть желание купить воздушное судно и он выбирал авиакомпанию ему нужно было экономический расчет содержание годового содержания воздушного осуда я знал что он во многие компании обращался но мне было указание помочь ему в этом и ну то есть грубо говоря чтобы он был доволен я съездил к нему сначала в Астану показывал мы познакомились с ним показал им экономические расчеты потом я был в Караганде я так понимаю из всех авиакомпаний он выбрал нашу авиакомпанию что потом конечно я потом только понял почему другие авиакомпании отказались а отказались другие авиакомпании потому что Ерлан Зайрулаевич едва войдя в салон своего роскошного личного самолета тут же начинал хамить повышать голос требовать к себе не просто особого отношения он буквально жаждал чтобы абсолютно все крутилось только вокруг его персоны чтобы летали с 9.00 до 5.00 чтобы весь летный состав послушно молчал когда Агашко бороздил воздушные просторы Казахстана и однажды Владимир сказал большому Агашке что так нельзя что Нигматуллин заставляя сутками работать пилотов подвергает опасности не только себя но и весь летный состав почти сразу у Владимира начались проблемы я стал намекать что я уволюсь и вот я теперь сейчас понимаю что этим я сам подписал себе приговор перед тем как я уволялся я помню великолепные слова хорошо Ирлана Зарула еще ты очень сильно пожалеешь итак 24 мая этого года Владимир Ан обратился в следственные органы было заведено дело вот под этим номером по статье вымогательство на удивление следствие поработало на славу установив весь круг лиц причастных к преступлению адреса их проживания были получены все необходимые постановления алматинского следственного суда чтобы допрашивать свидетелей проводить обыски и так далее однако 9 июня то есть не прошло и месяца заместитель прокурора города Алматы старший советник юстиции Ибрай Молдаев прекратил это дело он посчитал что здесь якобы нет никакого состава уголовного правонарушения а судья Джарил Гассова поддержала прокуратуру как обычно это бывает вот так это дело и похоронили а далее помните слова Ерлана Нигматулина о том что Владимир еще пожалеет о том что дерзнул сказать правду в лицо столь влиятельного Агашкина вот так и случилось от учредителя компании FlyJet где Владимир был директором некоего Саитова поступило заявление что якобы еще в 2017 году Владимир заключив договор с одной иностранной компанией о приобретении воздушного судна похитил 180 тысяч долларов однако это дело прокуратурой было прекращено но стоило Владимиру начать снова обращаться в органы с заявлениями о своем похищении и бесконечных вымогательствах с требованием наказать виновных в том числе и тех кто покрывал это преступление летом этого года прокуратура отменила свое же собственное решение и вот неделю назад Владимира задержали и отправили в изолятор временного содержания мы связались с адвокатом Владимира Анна попросив объяснить как же так получается что человек изо всех сил бьется за справедливость за свое честное имя однако судебные органы надзорные органы не просто остаются глухими к мольбам Владимира они встают на сторону гонителей добрый день Вадим Николаевич очень рады что вы согласились ответить на наши вопросы мы как вы знаете внимательно следим за делом Владимира Анна не только для нас оно вообще для всей страны в некоторой степени уже является показательным мы ожидали справедливых решений однако Владимир оказался в изоляторе как же так получилось в 2017 году компания которую он возглавлял реализовали самолет реализовали иностранные компании не наши теперь мы сами понимаем что генеральный директор он будучи уставом ТО он связан руками и ногами он не может имущество компании продавать направо и налево правильно как сам как будущий генеральный директор он как исполнитель может подписать договора и так далее но решение об этом принимает учредитель ну реально имеется договора два договора то есть они не признаны фиктивными они не признаны мнимыми притворными и так далее решайте все вопросы в гражданском порядке если вы считаете что этот самолет был продан за низшую цену обжал этот договор в гражданском порядке в суды но для чего задерживать человека и возбуждать в отношении уголовного дела тем более сейчас когда по делу грубо говоря конь не валялся и ничего еще не сделано и еще раз повторюсь вот вы знаете я может быть я не раскрою секрет сейчас прокуратура она тоже обжалует постановление следственного суда и говорит что зря только на 10 суток надо было на 2 месяца и в качестве доводов приводят там что мы за 10 дней не успеем международные поручения в Ригу в Америку туда-сюда на обшоры там направить куда поступили деньги то есть они понимают что для этого им надо уйма времени сил и средств ну возникает вопрос ну сделайте это до того как задерживать то есть установить вину поэтому вот Лаян я вот честно говоря вроде бы все сказал да вот свою боль вам высказал но единственное еще раз повторю вот я больше чем уверен у меня разные дела все может быть да но в данном случае 100% Анну Володю закрыли и задержали только для того чтобы он закрыл свой рот спасибо Вадим Михайлович очень надеемся что следственные надзорные органы опомнятся и начнут исполнять свои прямые обязанности чтобы не ломать еще одну жизнь не брать на себя грех за судьбу Владимира Анна в случае ложных обвинений если вы уверены что дело против вас сфабриковано если вы знаете что вы можете доказать ошибочность выводов следственного органа или судебного то не спешите полагаться на государство потому что если в вашем деле замешаны всемогущие олигархи братишки высоких чиновников то вам как Владимиру Анну придется в одиночку пройти тернистый путь в поисках справедливости давайте пожелаем удачи этому принципиальному человеку а если вы как находящийся в заключении экс-глава КНБ Масимов или бывший глава Минюста Бикитаев или экс-аким Байбек новоиспеченный родственник Елбасы как его зять Кулебаев или предприниматель Боранбаев то конечно вы будете уповать на свои связи на капиталы сомнительного происхождения чтобы избежать наказания и как это не печально констатировать вам скорее всего удастся обойти закон и оказаться где-нибудь на жарких пляжах Эмиратов Турции Кипра но другого наказания вам не избежать позора в глазах народа который вы сами уготовили себе на весь свой оставшийся век и на века вперед для ваших потомков а если вы требуете справедливой оплаты своего труда а перед вами словно стена вырастает фигура человека чья репутация мягко говоря не заслуживает доверия но он с собачьей преданностью служит алчным монстром клиптократической системы построенной семьей Назарбаева то вы скорее всего окажетесь в очень серьезной ситуации буквально вся ваша жизнь окажется на перепутье опасный но очень благородный путь настоящего воина как говорится добро пожаловать в переформатированный из нового в справедливый Казахстан без справедливости игры на выживание продолжаются всего доброго смотрите Ельмедиа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok